Ну что ж, ребятки, всем приветствуем, как обычно, я Дмитро, и мы продолжаем гонять в Апанисасе 4 за дядьку Султана. Выполняем одну веру. Да, вот такие вот эпизодики у нас теперь будут выходить, вот это уже третий сейчас будет, из тех, которые я вот за сегодня, за пятницу отснял. Вот, нападем с вами на Австрию с Венгрией, ну через Венгрию, потому что у нее союз с Австрией, Австрии еще опыта не будем, возьмем Грац, и этого будет вполне достаточно. Останется до Вены только сама Вена, которую надо будет брать потом, потому что ситуация как с Римом, много кому не понравится то, что я там тяпну. Ну, император Лотаринге потребует у меня притей, незаконную территорию, естественно он ее не получит. Так, и повоюем с вами еще много где вот здесь. Здесь повоюем точно, здесь повоюем, так что держитесь, пристегните ремни, погнали. Кстати, ребятки, вы заметили, что практически каждая кухарка начала в раннем доступе гонять в Харсу Файрон. У меня даже знакомцы есть, которые не ютюберы, уже в раннем доступе гоняют. Это уже ни в какие ворота не лезет, на мой взгляд, субъективный. Даже у меня оказалось, есть возможность этот ранний доступ юзать. Ну, я решил потратить свое время на Европку, да проходить эту партию и уже потом заниматься сердцами утюгов. Часть четвертая. Вот, приоткрою за весу тайны, погоняем, наверное, за Финляндию, самую первую партию. Не перехватилось мне что-то за немцев и за прочих. Так, ладно, а теперь Европка. Объявляем войну в Венгрии, получается. Богемию зову, пусть подсобит. Главное, чтобы они в Грац не пришли. Все. Ну, а наш благосклонность Богемии куда-то девать. Австрию не щелкаем, потому что у нее там туева хуча народу. Союзников. Сейчас, возможно, коалиции попрут. Так что надо иметь это в виду. Так, Австрия получила кондотьеров. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Баргейм, помоги, пожалуйста, умоляю. Так, отлично. Ну вот теперь нормально вроде будет. Ситуация, минские сепаратисты в Энциния. Эбы странули. О, мы можем на Франц позвать. Войну. Ну, я не буду звать. Французов. Зачем они мне тут? Их мы потом как-нибудь заэксплуатируем. Так, кстати, побочная война идет, но я в ней не принимаю никакого участия. Это Сангай. Марокканцы меня раз 150 звали в эту войну. Я постоянно принимал. Ну, просто. Просто с марокканцами пока надо бы дружить. Они неплохо смогут подсобить, если на нас кто-нибудь нападет из коалиции. Потом. Так, минские сепаратисты, 24 тысячи. Сейчас я, знаете что, я на Шу нападу и объявлю войну потом. Ой. Я имею в виду объявлю войну Шу, а потом разберусь с минскими сепаратистами. Вот такие пироги. Кремовые. Так. Далее у нас что? Гандвана Бахмань. Так, когда у Мивара переменять закончится со мной? Октябрь 32-го. Ждем. Это дело. Так, косманские партикуляристы и махаянские фанатики еще будут восстать. Интересно. О! Реакционная армия. Австрияк, конечно, меня расстроил немного, как соединить с союзниками, протыкая. Так. И еще кое-что. Грац очень важно захватить. Очень важно захватить Грац. Поэтому надо как можно скорее тыкать к нему. Соединение с союзниками поставить, потом пойти на Вену. Минские сепаратисты захватили Анцин. Ненадолго. Совершенно ненадолго. Так. 3... 42%. Все, Сангай там уступил кучу провинций. Даже благосклонность поднялась у марокканцев. Хотя у меня и так там максимально, я полагаю, да. Смотри. Оп. 100-100. Ох ты, марокканцы западниками стали. Они вестернизировались. С ними знаете, что можно сделать? Можно подтянуть отношения и начать борыжить с западным оружием. Вот это класс. Так. Сейчас в Венгрии пойдут, это плохо. Надо захватывать эту чёрту провинцию. Блин, речи, берите уже. Градцы, этот дурацкий. Так, всё, отлично. Новый товар графа Иннет будет производить рыбёху. Так. Из Шу я отделяю корпус. Фига тот корпус. А, они крепость построили. Вот, ну что. Так, ну Минцы, как ваши дела? Ну тут крепость находится в провинции. Вот ещё что можно сказать. Они в крепости пойдут куда-нибудь. Ладно. Постоим, поослаждаем немного, а потом уже разберёмся с ними. Так, да, ага. Пам-пам-пам-пам. И Шир будем с вами пересунивать. Ла Франц объявил войну Австрии. Сославшись на завоевание, умер генерал. Генерал. Всё. Ну я согласен, чтобы франца тут погрызлась немного с ними. Им там интересно всё. Так что классно. Французы, наверное, ожидали, что мы какие-нибудь провинции им выдадим. О, Ансбах. Ты чё, вассал, что ли? Да, он вассал. Султанский вассал. Тык. А вот это плохо. И вот это плохо. И вот это плохо. Так, давай вот так сделаем. Так, давай вот так. Интересно, формулировка у меня. Так. Вообще, тридцатку тысяч войск было бы неплохо пооборотной. А можно, хотя денег у вас не меряно, можно нафигарить пехоты. Я думаю. Сколько там? 14 тысяч. 16. 16 плюс. Сколько там? О, нормально. Вынесем. Лепота будет. Так. И готовимся к тому, что нападем на Мивар. Крениальное предприятие. Челкать Бахмани не будем, потому что опять же придет Бенгалия. Это будет мне только мешать пока. Все счастье. Ансбах огребает. Ничтем. Чуть-чуть. Ну, сейчас Славонию, может, возьмем. Успеем ему помочь. Если огребут, то ладно. Пускай. Нет. Багемич, ну, валя, он спокойно. Ай, грац. Грац. Как так? Крайент, Кандральм Австри, Чунг Цингус, Неверия. Так, людишки появились. И всех вот сюда. Сперва тех, кто послабже атакует. Детегрешен, процесс долгий. Это мы Луку заниксили, какие планировал. И начинаем пересунивать бедную Луку. Ай, слушай, вот эти засранцы, они быстрее будут. Нет, с ними надо разобраться. Ладно, сепаратизм. А вот эти вот засранцы, они будут... Сунизм выдворять. И автоматическое перекрещивание будет. Ну, пересунивание. Как я иногда выражаюсь. Славонию взяли, пойдем все-таки на Грац. Надо Грац отстоять. Потому что Вену мы, скорее всего, не сможем взять. А вот Грац надо брать обязательно. В этой войне. Членам МСАИ это очень не понравится. Нужно иметь это в виду. Так, у меня генерал уже умер, да? Война девочка. Да. Два из двух. Ну, там адмирал у меня еще, вполне. Так, назначаю. О, хороший какой, дядька. Объединяемся и идем резче. Надо эти резче. Вот так вот, блин. Потому что, ну, песец может произойти тут стоящий. И там тысяча войска еще на подмогу подойдет. У-у-у. Давай рискну. Сукины дети. Они выиграют сейчас. Да, у них боевые идут не какущие просто. Но они идут тупо из-за своего мяса. Ну-ка. Может успеем. В лучан проиграли. Ну, в лучан, ладно. Сейчас люди восстановятся. Наваляем им. Так, шоу готов. Клиент. Вложить перемирие. Я пройти его. Ух ты, не фарина себе унес их расширение. Раскачанная провинция. Одна, но раскачанная. Вот это. Вот это песец настоящий. Так. Избираю себе. Надо будет потом свопа воевать. Рюкю раскормим. И эпоху отдадим еще то, что рюкюется. Позднее. Так. Централизацию поставил. Ага. Сейчас там люди восстановятся. Изберемся со всем. Бастующие кто? Крикуляристы все те же. Ну, пока я бы не сказал, что они прям так жестко хотят доставать. О. Герсон и восточная фризи. Ай. Это же союзники у Австрии. Я не понимаю, что они тут забыли, конечно. Ну, ладно. Справляемся в Боснию теперь. Урбина под контролем Австрии. Вену сейчас возьмем. Так. С Меваром сейчас все закончится. И надо будет нападать. Потом дальше. Австрияк. Давай. Возьмем. У тебя Грац. Ой. Грац. Вот это, по-моему, называется Герц. Название похожее просто. То, что сказал Грац. Ёлки-палки. Так. Престиж или гибко. Борой. Пофиг. В принципе, особо без разницы пока. Венские спаратисты. Пришли вот туда. 20 тысяч. Ага. Ну, все. Двигаем вперед. Форс только снимаем. Сейчас они могут захватить провинцию эту. Но тут крепость стоит. Стой! С Миваром перемирие закончилось. Объявляем войну. Собственно, Мивару. Бахманщик не будем, но они вступятся. Примерная экспансия, пожалуйста. Так. Тут генерал есть? Да. Рюкюрский генерал. Ха-ха. Круто. Круто-круто. Так. Двигаем на Бахмань сперва как раз. Таким. Потому что от них самая главная угроза тут и будет. Шо, Бенгали? Не, у Бенгали все с Бахмани. Мне казалось, что эти территории Бахманьские были. Совсем недавно. Стремно получилось. Так. Горландцы там сражаются с Сиеной. За что-то. Не понятно что. 52 ксаря там. Штайнмарк саждают. Низки-сепаратисты захватили. Все-таки Чонцин. Ну, сейчас люди дойдут. Наваляют. Все. Нормально будет. Спокойствие. Только спокойствие. Вот это вот только у меня проиграет, что сейчас вену-профукают. Решируй с неверия. Отлично. Так. Просто против 31. Ой, они сейчас еще это... Нет, ну тут я не потерплю ничего. Тебе модификатор западное оружие. Ой, я гребу сейчас. Ну, с другой стороны, вот эти успеют, возможно, взять Штайнмарк. Окей. Ну, тут я гребу. Даже еж поймет, что я гребу тут. Этим невыгодно. Ну, и я бы тоже в этой ситуации осаждал бы Штайнмарк. Лишь бы не разбили. Не разбили. Вот и отлично. Честно. Они в Вену вернулись. Отлично. Просто классно получилось. Идут через штраф. На Богемию, Корфу и Дядьку Султана. 37 тысяч. Так, тут надо еще наемный отряд поставить. На всякий случай. Четыре тысячи. Так, сходу их там 37, да? Вот так. Попробуем. Так, технология админская, а не дипломатическая. Давай вкачаем Дипку. Ой-ой-ой. Не уследил. Так. Смотри, Бахмань. Гречи шоколад событий. Так, одну тысячу войск у нас приссанули. Армия Корфу героически отбивается. Так, мы тут еще людей на подмогу кидаем. Если проиграем, ладно. А, вот 51 косарь еще идет. Так что не имеем мы права тут проигрывать. Не имеем. На елке. Иголки. Стой. Ну, сейчас они все равно дойдут. Я думаю. Служим за Боснию. Так. Ладно. Ну-ка, давай посмотрим. Может Австрия уже согласится. На все про все. Все тут готовы все. Надо там с мином еще посмотреть, куда он ушел. Предложить перемире Австрии. Они не хотят отдать бац. Ну, ладно. Придется еще. Потужиться. Так скажем. Ладно. Там все отступают. Можно пока. Расслабить булки. Бахмане идут 10-тысячный отряд. Мочить. Это факт. Так, вы куда? Медобад. Где бы это могло быть? А, не на юг. Окей. Мы пока на форс. И попробуем присоединить к нашему. Так. Куда ушли минцы? А все, мы их убили. Отлично. Палашки. Там надо будет потом наемников распустить. Отсюда. Тут отряд наемников. Распустим. Чтобы содержания слишком не было. Так. Да, ну это, конечно, бесец настоящий тут произошел. Технологии. Аркадминские технологии. Все ясно. Все понятно. Австрия будет ломаться. Австрия будет гарантированно тут ломаться. Объединяшки. И вперед. Шум порвал проход войск. Шпионская сеть. Так, там, кстати, на юге. Как у нас дела? Ой-ой-ой-ой. Там у нас дела плохие. Срочно действовать. Тупо, что не сказал мне никто, что тут сепаратисты какие-то достанули. Надо тут резче двигаться. К счастью, крепостей ноль. Поэтому, я думаю, что ничего страшного не случится тут. Пока. Опять армия Корфы идет. Армия Ансбаха подойдет на подмогу. Боснию штурмовать, к сожалению, не получается. Да ничего, опять Кассари Ансбаха идут. Собят. Это вин. Боровал под контролем не ожидает. Так, где у нас? Ага, понятно. Ну, тут мы возьмем. Главное, чтобы Меджт сильно не приуныл тут. Так, бахманьки. Ой-ой. Мы взяли уже все. Так, давай объединимся. Их полам. Так, отряд. Вот этот вот. Вперед на мины. Теперь стоять. Они штраф получат за пересечение реки. Боснию взяли. Ничего, Австрия-то там как? Сколько там? Ой, много не хватает. У китайцев какие-то терки. Меня радует, что узбеки, они воюют в Китае активно. Так, Дзинь и прочую срань я не пущу. Я пущу только узбеков. Так, нам надо все-таки брать этот Йорц, или как это провинция там называлась. Так, наемные части еще стоят у меня тут, да? Как там, бахмани? В засаду попали. Ой, на последнем издыхании. Надо, надо тут... Бахмани. Ну-ка, сколько войск у них? Бахмани. Что-то я безрассудно как-то тут войну провести решил. Бахмани. Буква А. Буква А я имею ввиду. Буква Б, потом буква А. То есть БА. А, ну это все у них там, 33 тысячи войск, это вся их армия. То есть тут еще Мевар подошел, возможно. А Хапсан у них еще воссал. Больше. Еле-еле душа в теле, но мы успели. Поправить ситуацию. Так, объединяемся и идем... Куда? Где у них, кстати, столица? Теперь надо глянуть. Так. Ой, изи. До столицы им дойти. Дойдем. Единственное, только... Вот здесь вот войска бы пригодились. Дополнительные такие. То есть, восполняемые за денежку. Войны налог ввести. И будет вообще прекрасно. Так, технологии пока не буду качать. Сейчас, где? Вот тут наемники действительно затащат. А в том месте мы распустим гарнизон наемников. Ну, в самом, 4 тысячи денег у меня. Почему бы не потратиться сейчас? Вот это вот. Да не, кряже. Нам надо герс брать. Железбетонно. А, австранистская. Ну-ка. Не, все равно. Все равно они будут упираться. Так что придется... Ждать тут так. Так, отряд. Так, другой отряд. Сюда. Тут богем, потому что пришел, да? 1020. Они справятся. Вести каранти. Молиться об исцелении. Да не, вот так. Угу. А можно, кстати, с вегами попробовать договориться. Насчет играться. Чисто. Потому что... Че там с Австрией? Мы только Галци сможем с них выбить, да? Так. Коалишн. Ну, опять Папской области это не понравится. Сиене не понравится. Остальное все норм. Ну, и Дядьке Императору не понравится. Там тоже у него агрессивка распространяется. Возьму Бараст еще. Дополнительно. Ну, взбесит Хорватию. Хорватию пофиг. И Аугсбергу взбесит. Вот так вот. Три провинции. Можно что-то с юга, наверное, взять. Вот так вот, как вы смотрите на это. Ну, нормально. Вроде не ругаются. 41 расширение. Так. Деньги репарации. Это гарантированно. Договор с Австрией оставляй. Потому что тебя очень удобно грызть будет. Вернуть ничего не надо. Отказ от претензий, плиз. Так. Марк Лика. Шепрон. Шепрон бы взять. Но, наверное, это будет очень убойно для меня. Да нет. Уже нормально. Им норм всем. Все те же личности будут. Довольны. Вот это взять и классно. Боснийская провинция. 28. Грессивка. Тут вот Трансильвания уже. Ладно, Трансильванию агрить не буду уже. Так вот. Возьму. 51 получается. Ширение. Шутом. 28. Ну. Сойдет, пока мы воюем с бахманями всякими. Надо подкрепление отсюда пригнать. Еще. Потому что есть проблемы определенные. Все, отправляю. Дребование. Так. На Венгрии у меня есть казус. Были один, да? Че-то захватить. Или он потерян? Нет, он потерян на бороду. Яркинг, ты че делаешь? Ничего. Ну ладно, гуляй. Так. Наверное, потом. Если он с анализашки сперва. Папапам. Вот это войско непобедимое. Надо бы. Хотя я ж наемников на нем. Да. Тут наемников просто распустить. И в Китае еще распустить. Помните? Там отряд был. Вот тут вот проблема остается в силе. Только что мостика, ребят, у нас нет. Пока. Ну, потому что я решил Трансильванию не злить. В данный момент. Да ничего. Мы спокойно понемногу грызть будем. И сделаем свое дело. Это ж не ВК, чтобы грызть все и вся на своем пути. Нам надо этих дурацких католиков только. И протестантов. Тут атаковать. Богемия. Так. С Богемией маленькое мнение. Да, вон так. Франция нормально, в принципе. Богемия, что там тень? А, ну не убойно. Сойдет. Пока. Так. Тут мы осаждаем. Отряд наемников я распустил. Теоретически, если просить проход войск Осама и Бенгалии. Если просить у Осама и Бенгалии проход войск, то мы тут спокойно отберемся. Два сразу. Две сразу просьбы оставить. Осам и Бенгалия. Ай, джунпур чуть не нажал. Так. И считай подкрепление чистой живой силы. Получаем. Так. Стой. Наемничках могут поубивать. Да. Вот так вот отойти. Пока. Ай, Монженерали сюда назначить одного какого-нибудь. Вот это. Джинглодэш под контролем. У Мирвара 2000 войск это куда ни шло. Пусть они там ходят, захватывают. Они бестолковые ничего не сделают. Опасного для меня. Ей получилось в город превратить что-то там. Пойдем к Осу фигарить. Истинная вера. Ну вот так. Задание. Гавса. Кафа. И пока все шлуха не буду брать. В данный момент. 12 тысяч войск. Беспорядочки партикуляристы все те же. На том же уровне. Это понимание. Не очень-то и хотят бастовать. И хотят. Они хотят бастовать. На Фолкленде в Граф Фаринете. И еще вот здесь. Так. Граф Фаринет. Там у нас колонист сидит пока. Тут у нас. Можно автономию повысить. И на Фолкленде я думаю сделаем то же самое. А это кто такие? Фига себе. Фига себе. Пока я с Аргентину замочу. Так. Давай тут тоже повысим. Ну все-таки это того не стоит. Два сраных островов. На которые плыть миллиард лет придется. Так. А вот этот отряд. Кстати. Зачем сюда тут? А. Подкрепление придет. Точно. Точно-точно. Подкрепление не прибудет. У вас. Так. Ой. Вот это опасно. Ооо. Вот это плохо. Почему мне не указали. Что конфуцианские фанатики то восстанут. Это интересно. Так. Ну смотри. Как будет это выглядеть. Надо. Опять наемников звать. Ну потому что. Смотри. Сейчас этих перебивать же всех будут. Тупо. И одному из наемников надо выдать генеральские. Ну генерала. Генеральский отряд. Хочу сказать. Опять тысяч десять. Ну это песец. Наемников на нас, наверное, пасешься. Ну просто людей мало. Я не брал количественные идей. Лимит армии. Не вкачивал. Потому что сейчас. Это не очень выгодно. Блин. Все. Они сейчас дохнут. Как муки начнут. Как. А. Вот этот, по-моему. Парень. Кудрявый. Держаться. Держаться. Сказал. Они все поступают, а поступают, а поступают, но конфуцианцы нас перебьют сейчас. Зато мы гарантированно спасемся от разгрома сейчас. И сможем опять же подождать немного и прийти заново. Еще дополнительно немного. Слушай, у них боевой дух такой низкий. Можно даже порисковать еще пять отрядов. Вот здесь вот рядышком. Выставить. О, вычанку истинную веру обратился, пока они воевали со мной. Так, админку я качать пока не буду. Ай. Ну вот это прикольно. Держимся так четко. Четки. Надо. Может успеют и будет вообще крутяк. Адский. Ну если не успеют, ладно. Я их пойму. Блин. Слушай, это вообще прикол такой. Четыре косаря отбиваются бесконечно от странных конфуциантов. Проблема в том, что дальше, наверное, будет бесконечный бой идти. Так, как сами дела. Ну по лимитам вроде вписываемся. Так. Да, последние пару тысяч тут поставим. Ой. Ой-ой. Я из-за рекордов выстроил. Ну их всех распустим потом. Деньги есть. Ума не надо, как говорится. Все. Еще люди пришли. Сейчас еще пойдут. Еще. Так, а еще тут можно ж... А не, нельзя. Они не осаждали. Так можно было бы гарнизон пригнать. Это баг игровой. О, шуицы. В шенду бы стонули. Вот шуицев придется... Придется сначала тут восстановить войска, а потом... Уже шуицы хотели бить. Но сперва фанатиков. Фанатики опаснее. Ну с богом, ребят. ПОБЕДИЛИ! Слышали? Я этот бой надолго запомнил. Вы только руляньте. Что тут происходит? Ну мы почти все рекордские отряды потеряли. Поэтому тут придется... Ждать восстанавливаться. И потом уже на Чендун падать. Так, 254 тысячи войс. Так, наемники. Надо наемников распускать вот оттуда. Смотрите, вот косари нафигарилось людей. А, один отряд свой наемный. Два. Смотрите. Все, да? Отлично. Убиваем наемников. Делимся напополам. Будут бастовочки, сразимся. Два отряда там с головой хоть. Так. Мы в осаде, но сейчас выиграем осаду здесь. И будет праздник у нас. Нет, не будет. Слушай, они... Преоружают меня напрягать. Так, 9 косарей. Сколько всего народу-то у меня, интересно. Ченду выиграют, скорее всего, шуйский сепаратист. Так, стой. Мы тут еще... Неда осаждали. Забыл про этих. Нечетка армия жить пропала куда-то. Непонятно куда, скорее всего. Скорее всего, как получилось. Они пошли куда-нибудь, может, с Австро-Венгрией воевать, когда мы... Войну объявили. Не вернулись. Пока еще. Так что опасность тут имеется. Ладно, пойдем. Да, осаждаем там. Нефиг делать. Бигар можем проиграть. Это я уже и вижу. Так. Генералы. Как вот этого зовут? Из Баджоу Искандер, да? Нам тогда нужен другой. Вот этот вот Инал. Выгоднее всего будет сначала вот этих ушатать, а потом тех. Даже если мы осаду проиграем, это будет лучший выбор. Так, проиграли. Бида. Они не успеют тупо дойти до сюда. Давай через Бирар дойдем до Бида. Ага, все равно там чуть-чуть захватили. У нас 20 ксарей в власть. Ну, то есть где-то около 40 будет в итоге, конечном. Эти возьмут провинцию. Не удивлюсь. Никак. Да ничего страшного, тут без паники. Давай военный налог введем все-таки. Ой, минус. Минус куча денег. Последняя провинция осталась. Спаратистов отдавим. Так. Куча транспортников. Всяких разных. 23 тысячи. Так, истинная Вера готова. Ну, и Мевар фигней пока страдает. Ждал в стабильном правительстве. Престиж спокойно можно убирать. Уж у нас следует собор. Ну, зачем он нам пока не... Не могу сказать. Лучше... Лучше подождем. Ай, 300 человек никак не могут выйти. Отряды осады можно объединить. У гольпостей, у Бахмань, конечно. Кресец настоящий. Там столицу надо у них брать. Так, Чиндун. Ну, я понял, что Чиндун. Мы удержим. Так. Что может принадлежать Шую? Ой, Шую, да? Да, Шую. Как вы думаете? Тут и эскизь споратисты, а тут у нас какие? О, Шоу вот здесь вот у нас может быть. Так что вот сюда подойдем. Восстановим. Еще пару месяцев войска повосстанавливаем. И попробуем что-нибудь там устроить. Интересно. Так. Тут пока все нормально. Куда не шло. Все, беда вернули. Выигрываем битву с Бахманями. Ай-яй-яй-яй. Еще Бахмань пришли. Ай-яй-яй-яй. Так, Кремен может вызвать самостоятельно. Тут мы поиграть можем. Твою мать. Секунду не успели буквально. Так, дядька император Брандеборгом правит. Да, все Брандеборцы теперь будут побеждать. Здесь у нас... Что-то с Бахманями теперь будет песец. Я чувствую. Ну, Беляк с ними заключать. Ну, это тупо. Пришел Кофа. Тут гости. О! Шуицы пошли вообще куда-то туда. Давай пока воспользуемся этим. Осадим Чинду. Ай, Бахмания. Ух, Бахмания. Такие тут. Так. Ну, ладно. Что можно сделать в этой ситуации? Я бы что попробовал. Братюги есть какие-то? Османские все те же, да? Графаринет, потому что... Так, две провинции там уже с вами на колонии. Или Графаринет там партикуляристами станут. Атономим по усе. Вот так вот сделаем. У нас Перу скоро появится. Должно. Да? Нет? Нет, слушай, ну оплата все. А вот это не Перу получается. Тупо провинции. Вот джедмассоны, а? Не дай мне Перу создать. Ладно, придется в следующем эпизоде начать. И на этих, на перуанцев нападать. На чилийцев. Чуть не сказал. Так, 30 ксарей войск. Ну, у нас 39. Есть сейчас. Ладно, пойдем на их столицу. Город-столицу. Взяли тут ручку. Этот маленький отряд отправим на север. Улейм больше не подвержен синкретизму. Так, или давай вот так этих бахмань победить надо. Зарез. Они тоже без рекрутов. Та ёлки. Меня это бесит. Не выпало. Так, тут не сничать охоту на каперов. Нет, сольем сейчас, чувствую. С бахманями этими дурацкими. Даже подкрепление вот сейчас пойдет. Они все равно будут упираться. А че, а че случилось-то с ними? А че, нет. А, 16-й левел технологии. Вот, вот что с ними случилось. Пока мы идеи качали, они прокачали военку. И теперь щас нас с вами отпередули просто. Вот это, вот это грустно получилось. Вот это грустно. Недооценка соперника. Конечно, с Венгрией мы смогли. Спокойно. Все сделайте. Вот с индусами, с этими. Сейчас они битву выиграют в свою. В принципе, я на белый согласна. На белый. Согласна. Так-то да, рекрутов у нас мало совсем. 40 тысяч человек надо возрождать. Белый мир с бахманями, в принципе, даст нам всего пятилетний перемирь. То есть, через пять лет мы сможем ударить с кучей рекрутов и подкрепления. Ладно, давай, бахмани. Вас мы уберем отсюда. Пять горков дождаться можно будет. Вот. Наваляем Мевару. Съедим его. Все-таки будет. Истинная вера. Это тактическое отступление для большой победы. Потому что рекрутов реально нет. Вот печально. Так, ну вот купец у меня появился, да? Для его куда-нибудь... В сладенькую позицию... Позицию... Провинцию. Позицию провинции. В Киев. Коффу сейчас возьмет осаду. Выъезжает. Людей мы восстановим. Все будет превосходно. Так, Мевар подконтролим. Морока максимально лучше на отношении, что классно. Ну все. Мевар, давай посмотрим. Согласишься? Нет? Нет, пока не хочет. Ну сейчас будет. Стало быть. Нам надо ладак отжимать. Все, где такие? Шуйские сепаратисты вернулись. Давай осаду выиграем. Потом уже с ним. МТДД. Загреб, Пастградс. Кто там бастовать? Все, те же партикуляристы собираются. Это все фигня. Шелуха, фигня и есть. Сколько там? 88 счет против Мевара. А у него что, может еще провинции какие-то есть? Но кроме Волдакха нет? Нет, не вижу. Он уже 94 счет стал после разгрома Меварцев. Так, окей. Ну с индусами, ребятки, конечно, довольно много фейлить мне приходилось. Они такие специфические. Чуваки то умственно отсталыми, кажется, то потом нагоняют тебя и такого пинка могут под зад дать, что просто бесец будет. Ладно, значит, надо тут развивать армию. Побольше войск тут иметь. И сделаем. Все. Китайозы, я думаю, то же самое. Может быть с ними. Но другое дело, что у китайозов, вон, видишь, 10 тысяч уйцев. У сийцев, я думаю, тоже не сказать, что дофига народу. А вот у бахмань, которые разожались на весь имя, достан почти. Вот тут да. Тут проблема и печаль. Так, отправляю требования. Давайте закончим пока. Там сейчас Дели ушатает наших этих. Закончим на этом. Сейчас на цивилизации протыкаю. Мы с вами вернемся совсем скоро. Может быть в Китае, а может в Европе. Надо будет подумать. С бахманьами сколько там перемирия? Придет Бенгалия, конечно. Ну и Бенгалию я особо не буду бояться. Бенгалия, потому что это тот же Мевар. Был по войскам. Ну, тот Мевар старенький. Бенгалия имеет 15-е левые технологии. То есть они слабше. Сойдут. Сразимся с ним, если что. 40-й год, да, 5 годков. Ну а мы с вами вернемся, когда национализируемся. Протикуляристы там эти бы станут могут. Пресловутые. То есть через полтора годика свидимся. Вот. С вами был Дмитрий Дороп. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся. В продолжении, помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys.